Здарова, товарищи и любители мафии, любители просто видеороликов, которые тыкнули на видосик. Если ты уже дошел до этой секунды, то напиши в комментариях, что ты самый активный подписчик, я буду знать. Ну и конечно, лайк или дизлайк, это хоть как-то, но продвигает видеоролики. В Mafia Definitive Edition есть свои секреты, о которых вы, возможно, и не знаете. Во время миссии вы не замечаете основных каких-то деталей, а полностью вникаете в сюжет. Сегодня я вам покажу, что будет, если мы, вместо того, чтобы отвезти Поли домой после гонки, отвезем его туда, куда он хочет. И найдем, если мы, конечно, найдем это место. Ну и, конечно, парочку секретиков, которые имеются в миссии. Честная игра в Mafia Definitive Edition. Ну, чтобы не отвлекать, давайте-ка мы начнем. Конечно, первым делом сначала нужно приехать на гоночный трек, забрать болид, узнать, как называются хейтеры, которые пишут гневные комментарии. И, конечно, ставят тону дизлайков, и со всех сил гнать полу Кибертони, чтобы он сломал машину. И затем, как раз-таки в обратном направлении, вас ждет один небольшой секрет, как и с первой мафии. Как вы помните, в первой мафии была скорая помощь и тип, который стоял на мосту, который готовился спрыгнуть, но не спрыгивал. Здесь это обыграно необычным способом. Когда вы подходите ближе к человеку, который хочет спрыгнуть, начинают всякие различные люди говорить. Но если вы, конечно, подойдете к нему близко, то вы фактически его столкнете. И получается, что это ваша вина, и Томми Анджело скажет. Давай, мужик, спускайся уже! Нас всех давно семьи ждут! Виноват? Также там лежит записка, в которой написано, что если жизнь вам дала лимон, сделайте из него лимонад, а ему жизнь дала сифилис. Следовательно, это и был мотив, почему человек уже захотел, так сказать, связать счеты с жизнью. Далее ничего интересного. Обычная гонка, которая проходится на классическом уровне сложности спустя недели-две. Ну и самое главное, теперь нам надо идти к поле. И настает кульминационный момент. Что же все-таки будет, если мы поедем туда, куда он сказал, а именно в голубые тропики. Самое главное, не смотреть на иконку радара, чтобы отвозить домой, а сразу надо поехать через мост, как сказал поле. Но мы поедем через тоннель, на центральный остров. Именно там находится этот самый клуб голубые тропики. И когда мы уже приехали фактически к центральному острову, и мы уже в этом районе, поле начинает говорить. Круто! Совсем другое дело, братан! Видел бы ты этих девчонок! Нет уж, сам плавай среди этих пираний, поле. Ты лучше расскажи, куда мне, черт возьми, ехать. Ты не знаешь? Нет, не знаю. Там вывеска голубая. Этого будет маловато. Голубая вывеска, на ней написано «Голубые тропики» прямо рядом с доками. Там такая узкая темная улочка. Она тут совсем рядом. Девки там на углу пасутся. И голубая вывеска? Да, такая голубая вывеска в конце улицы. Написано «Голубые тропики» и «Девка» нарисована. Чем мы ближе, тем гаже. О, вот оно! Видишь? Голубая вывеска! О, прекрасно. Девчонки, это я! Полли! О, боже! Сладких снов здоровья! Вот и все. Полли просто уснул. И как вы могли заметить, охранники вывели одного пьяного посетителя. А также вы получили достижение низшей сорт. Вот и все. Спасибо большое, ребята, за просмотр. Надеюсь, вам понравился видеоролик. И вы поставите свой лайк и напишите комментарий. И удачи! Субтитры сделал DimaTorzok